Слава Богу! Дорогие наши друзья, в это последнее время, когда звучит весть о том, что уже давно пора покидать города, мы с вами переживаем интересные опыты в этом процессе, который милостивый Господь дарует каждому из нас. Хочу вашему вниманию сегодня предложить очень интересный опыт о том, как Господь одной женщине, нашей сестры, помог исполнить свою волю в приобретении дома вне города. Сразу скажу вам, что опыт очень удивительный, и Господь показал нам всем, что Он готов, готов помочь нам исполнить Его волю в этом, как оказывается, несложном повелении. Сложным оно может быть для нас только тогда, когда мы Ему не доверяем. Но когда мы Ему доверяем, Бог включает многие резервы, подключает многих своих детей, используя их как свои надежные инструменты для того, чтобы сделать то, о чем мы Его просим по воле Его. Но с нашей стороны, проявляя веру, мы должны также приложить усилия, используя очень сильные и мощные и простые инструменты, такие как бескорыстие, пост и молитва. Многие собратья боятся брать пост, а так как не имеют крепкого здоровья. И что мы узнаем из Духа Пророческого об этом? Сегодня и каждый день, вплоть до самого конца времени, народ Божий должен быть более настойчивым и более бдительным, полагающимся не на собственную мудрость, но на мудрость своего вождя. Дети Божьи должны выделить дни для поста и молитвы. Не обязательно полностью воздерживаться от пищи, но есть нужно мало, причем самые простые блюда. Дух истинного поста и истинной молитвы — это Дух, который подчиняет разум, сердце и волю Богу. При некоторых обстоятельствах жизни рекомендуется и очень нужны пост и молитва. По милости Божьей это очищает сердце и открывает его для восприятия истины. Смиряя души перед Богом, мы получаем ответ на нашу молитву. Время поста — это еще и молитва веры. Она должна быть такая же горячая, как и молитва Иакова, когда он боролся с Богом. Нам нужно всеми силами ухватиться за Бога, говорить Ему, «Боже, не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Именно на такие горячие молитвы веры Богом даются такие мощные ответы. Приветствую всех слушающих и хочу поделиться своим уникальным опытом по выходу из городов, который произошел несколько недель назад. Осознавая, что время уходит, я взяла пост и молитву и стала вопрошать Господу о том, что мне необходимо предпринять на данном этапе. И мне пришла в голову четкая мысль о том, что необходимо начать упаковывать вещи. Вот мысль так и прозвучала — упаковывай вещи. Я так внутренне начала этому сопротивляться, потому что предпосылок к этому как будто бы нет. Но мысль снова повторяется — начинай упаковывать вещи. И так три раза. И скупив все необходимое для упаковки, там коробки, скотч, мешки, я начала упаковывать. Увлеченно упаковывая вещи, я размышляю, молюсь. И вдруг звонок, и звонит мне сестричка из другой страны. Она поделилась своими размышлениями и тоже задавала вопросы к Богу, как ей двигаться дальше. И Господь ей напомнил, что когда-то я ей говорила о том, что если будет желание, и Господь будет побуждать, то можно двигаться в ту сторону, куда и я планирую. В том, что позвонила сестричка во время, когда я начала постомолитву, это было для меня поддержкой. И я увидела в этом руку Божью. В процессе общения я скинула сестричке вариант объявления дома. Дом очень неплохой, даже, можно сказать, новый, со всеми удобствами. И я подумала, что у нее маленькие детки, и этот вариант прям ей идеально подходит. Когда сестричка рассмотрела этот вариант, она сказала, ну, таких денег у меня нет. Я говорю, хорошо, давай, говорю, будем молиться и попросим у Бога, чтобы он побудил их согласиться на скидку до миллиона четыреста. Сестричка согласилась, вроде бы, и мы молимся и продолжаем постомолитву. Вот, и в какой-то момент я вдруг прослушиваю ее голосовые сообщения, понимая, что там фигурирует сумма десять тысяч пятьсот евро. Понимая, что это не миллион четыреста, я спросила ее, действительно ли она попросила именно о такой скидке. Она сказала, что да, говорит, я попросила именно о такой скидке, потому что это та сумма, которую я могу осилить. Я говорю, ого, и самое интересное в этой истории, это то, что соседка, которая проживает рядом с этими ребятами, кто продавал дом, она говорила, что они ни копейки не скидывали вообще, вот от слова вообще. И в прошлом году приезжали люди, которые просили отдать им за один миллион четыреста пятьдесят, и они тоже не согласились. Сестричка поделилась тем, что она Богу как бы поставила условие такое, если дом согласно будут продать именно за эту сумму, значит, его воля есть в том, чтобы она двигалась в этом направлении. Она сказала продавцам, что если они будут продавать именно за десять тысяч пятьсот евро, то она купит этот дом. И вот мы продолжаем молиться дальше, держим пост, молимся, где-то, наверное, уже прошло дней пять с начала этого опыта. И вдруг я звоню соседке этих продавцов и спрашиваю, так как она была в этой ситуации посредником, потому что продавцы как бы не отвечали ни в телеграме, ни на звонки, а почему-то ей охотно отвечали. В общем, она вынуждена была быть посредником. И вдруг я беру трубку, звоню, и она говорит, слушай, я тебе только что хотела звонить. Ты представляешь, говорит, они сделали скидку. Было сложно поверить, что люди, которые в прошлом году не продали за миллион четыреста пятьдесят свой дом другим людям, в этот раз они снизили с миллиона семьсот пятьдесят до одного миллиона, а рядом стоящий домик они готовы были продать за семьдесят тысяч. То есть это просто звучало как бы на грани фантастики, то есть такого не бывает. Сестра рассчитывала занять средства на покупку дома. Она знала, что препятствий в этом практически не должно быть. И мы следующим этапом начали молиться о том, чтобы Господь послал средства на покупку этого дома. И вдруг на следующий день она мне сообщает о том, что ей отказали в том, чтобы занять эти средства. Но мы, не теряя веры, молились дальше. Я стала обзванивать всех тех собратьев, которым я доверяю, с просьбой о том, чтобы молились о том, чтобы Господь решил вопрос со средствами, потому что мы понимали, что Господь даёт этот дом, но как бы также понимали, что если Господь открывает дорогу, то Он даст и средства для приобретения. Продавцы предупредили нас, что времени крайне мало, то есть в диапазоне двух-трех недель должна произойти сделка, так как средства нужны на учёбу владельцу дома. И он уедет, и уже без его присутствия тоже это будет крайне сложно сделать. Звоняя к собратьям с просьбой поддержать молитвы, я рассказала эту историю одной сестричке, и она, выслушав меня, сказала, что может помочь со средствами. Но для меня это было просто невероятно. Я тут же звоню сестричке, звоню и сообщаю ей, что ура, деньги нашлись, всё, ты сможешь купить этот дом. А она спокойно говорит, что смотри, я, говорит, молилась так. То есть если ты найдёшь средства, ты покупаешь этот дом. Если я найду средства, то покупаю я этот дом. Мне, конечно же, пришлось довольно долго привыкать к мысли, что вот таким образом этот опыт повернулся, что именно я приобретаю этот дом. И, честно говоря, даже когда произошла сделка, я всё ещё не могла поверить в то, что это произошло. Ещё интересная деталь — это когда хозяева дома нам передали документы, мы посмотрели их и поняли, что там есть некоторые проблемы с оформлением. Дом новый, и они его оформляли, когда-то где-то, в общем, там какие-то трудности с землёй получились. Вот. И когда мы в МФЦ заполнили бумаги, пошли к инспектору сдавать документы, так как от руки были некоторые помарки, инспектор сказал, «Не-не-не, даже не этот, не думайте, не пройдёт». Но до этого мы консультировались там у других инспекторов, и они сказали, что попробуйте, может быть, у вас всё получится. Я вижу в этом, что Господь укреплял веру, Он взращивал эту веру. Вот. И ещё мы прожили в подвешенном состоянии где-то неделю. Мы молились. И когда прошла неделя, мы позвонили в МФЦ, нам сказали, «Да, всё прошло, приезжайте, получайте документы». То есть вообще просто опыт действительно невероятный. И что мы взяли из этого опыта? То вера без дел мертва. То есть мы молимся, берём пост, и Господь через наше доверие к Нему Он совершает вот такие удивительные чудеса. И в заключение хочу рассказать ещё об одном моменте. В этом опыте он очень необыкновенный и радостный, потому как Господь позаботился даже о средствах на этот дом. И огромная сумма средств была пожертвована одной сестричкой, что меня очень сильно удивило, потому что я считаю, что такого не бывает. Но считала. И это где-то там у Дэвида Гейтса, ну, бывает ещё у кого-то. Но со мной, ну, как бы точно с такого произойти не могло. По крайней мере, мы молились много о том, чтобы Господь позаботился о средствах. Но тут вот, когда это произошло, это было очень вот прям удивительно. Слава Господу. Когда я позвонила сестричку поблагодарить за такой подарок, она сказала, что она всего лишь инструмент в руках Господа. Вот. Слава Богу за это. И хотелось бы, чтобы мы были инструментами в руках Господа всегда. Принцип бескорыстия, описанный в 58 главе Исаии, является причиной успеха во время поста. В духе пророчества пишется, «Бескорыстие» — принцип Царства Божьего, ненавист на сатане. Он отвергает само существование этого принципа. С самого начала великой борьбы дьявол старался доказать, что Божьи принципы эгоистичны. Сегодня он стремится обвинить в этом всех, кто служит Богу. Цель Христа и его последователь заключается в том, чтобы опровергнуть ложное утверждение сатаны.